А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет. Эйлендик. Хочу подарить вам солнышко, которого не хватает многих. Ой, мороз, мороз. С Ашкемом были по делам. И сегодня на ужин вот такой вот у нас ужин. У него донер. Донер в кивап, дьорлар. Дьорлар, башка, баямлар и блуд донер. Ну вот, вот так вот. Видите, говорят. А мне канатики. Канадики. Крылышки. Такой сервис. Все равно потом скажу. Сегодня такой день у меня сложный. Вообще, что у меня не было сил снимать видео. Тут у меня история такая с мамой произошла. У нее моя карта в Грузии. Наверное, это вам неинтересно было. Но все-таки расскажу, что такое может случиться. И я ее давно отправила. Она деньги снимает у карты. И эта карта у нее заглотила. Один банкоматик проглотил. И когда вытащили, ей не дали. Сказали, мы не хозяйка, не дадим. Сегодня мы пошли новым способом. Отправили ей деньги. Банки у меня взяли такую большую комиссию вообще за 1300 лир. Мне взяли 260 лир комиссию. Вот такое бывает даже. Представляете? Банки, как наживаются на нас. Настоящие пирамиды. Потом встретились с Натальей. Купили ей номер. Потом мы купили себе очки с Ашкемом. Потом покажу вам. Очень стильный. Сейчас скидки хорошие, поэтому качественно можно купить по более приемленной цене. И Наталье тоже понравились очки. Я хотела две пары, а потом решила одну купить, что мне другие нужны. И Наталье предложила, она сразу забрала. Сейчас мы идем еще. Не заканчивается наш сегодняшний. А мы с Ашкой и мамой вот покушали мы видели. Я вам показывала. И вот идем сейчас по магазинам, где я платья вот эти покупала. Хочу посмотреть там что-нибудь себе. Так что вот так вот у нас такой интересный день. И с Ашкой и мамой идем, идем, идем. Этот магазин. Сейчас я посмотрю, что здесь интересно есть для меня. Пистаники интересные. Друзья мои, я сейчас сняла видео и потом решила, что не хочу вам показывать, потому что не у каждого крепкие нервы. Но могу сказать, что Гигосика нет со мной. Не знаю, что с ним случилось. Мы сегодня ушли в 4 часа. Я его с утра и накормила, и напоила. Все, как говорится. А сейчас смотрю, что-то хотела закрыть клетку. Кошмар, короче. А он, не вижу его на этом домике. А он внизу валяется. Вот сейчас вот сам передо мной здесь. Не знаю, что произошло с ним. Так резвился с утра хорошо. Я ему массаж делала, и искусственное дыхание дуло, и под водой, под краном, но ничего не получается. Вот такие вот дела у нас, друзья мои. Гигос Ашкыл. Но я куплю себе другого попугая, потому что он нам нужен. Царство тебе небесное, Гигосик. Надо завтра его похоронить куда-то. Два часа ночи. Сижу на балконе. Могу прийти в себя. А чему мой Гигос так? Умер. Чего, что. Тут вдруг, думаешь, со шкалом, что дождь начался. Мы можем понять. С этой стороны вроде бы есть дождь. А с той стороны нет. Так обрадовались с этой стороны, что наконец-то дождь повезти не повезет. Но, как из-под ведра. Но, к сожалению, это не дождь. Наверное, не знаю, не что сказать. Добавить нечего для стройных чувств. Гусика поставила туда, в туалет. Я вообще не могу смотреть на него. Делать все его, которые хотела накрыть. Не могу понять, как произошло это. Не могу понять. Я с ним разговаривала с утра. Поменяла ему все. Лодичку кушать дала. Как обычно. И все. Потом я забыла про него, естественно. Я занята своими делами. И вот, когда я зашла в квартиру, вечером мы пришли. Сендера. Я сразу как будто чувствую какой-то деги-гусик. Он говорит, на улицу пошел гулять. Пахохотали. И потом хотела посмотреть. Мама позвонила. Дочка позвонила. И вот так это все забыло. Но как будто сердце чувствовало. Ой, завтра что-то, наверное, похороним его. Прокопаем его в зиму. Не знаю, пока что я буду делать. Надо подумать завтра. Когда уходят близкие люди, да, как-то тяжело, правда, расставаться. Оказывается, и с животными, с птичками тоже тяжело расставаться. Я не думала, что я так, на меня это подействует. Мне что-то сегодня не хватает ги-гуса. Его пения не хватает вообще. Я его так полюбила. Сейчас Ашкэм отнес его, я не смогла. Что-то у меня сил нет. Вот такое состояние у меня. Какие-то новости нехорошие все. Какие-то комментарии нехорошие я так прочитала, пробежалась. Вот есть же такие злые люди, блин, и так жизнь, в жизни столько происходит нехорошего. Да еще вы пишете гадости. Ну, не нравятся вам мои видео. Не смотрите, идите дальше. Не нравится моя семья, моя заловка. Как можно так открыто отказывать на недостатки человека с таким презрением? Да что, почему тогда вы смотрите меня? Ну, я перешла опять на другую тему. Просто вот такие люди бывают иногда, что портят настроение. Тут и так, блин, недонастроение. А тут еще и они. Ладно, то, что я уже не смотрю на то, что вы мне поливаете грязью, придираетесь к моей неграмотности. Оставьте мою заловку и мужа вообще. Потому что я вас просто занесу в чудный список и все. негатива надо избавляться. Не так ли? А вы негатив пока мой. Друзья мои, кигоса отнес аж кэму. Сейчас его закопает. И у меня какое-то траурное настроение. Прям ничего не хочется делать. Вот ничего не хочется делать абсолютно. Сижу на балконе, вот какое-то такое состояние. У меня одни плохие новости уже я сказала. Не знаю. хочу. Ну, я же такой человек, всегда контролирую себя. Хочу сейчас. Еще, знаете, у меня сегодня, правда, что какой-то неудачный день. Начала с утра делать педикюр себе. Так красиво сделала, так красиво. Потом зацепилась за стул там или за что-то. Все испортила. Все мои бусики, блесочки, все. Я разозлилась, все сняла. Вот сейчас сижу и думаю. А я еще раз накрашу. Я же такая упертая, упрямая. Ничего, буду лучше уметь красить и как-то менять свое напряженное состояние, потому что жизнь продолжается. Если мы будем все время так негативить, негативить, оно и будет приходить к нам с Еленой. А я не хочу негативить. Достаточно плохих новостей. Тучка, уходи, солнышко, приходи, появись, солнышко, уходи, точка, и, Светлана, просыпайся. Вот так я работаю над собой. И вы тоже работайте над собой, над своими отношениями, над своей, над своей жизнью. Не подпускайте из себя плохих людей, негативных. вот в моей жизни, знаете, как получается. Вот я так перед людьми на все сто процентов выкладываюсь, но но почему-то всегда остаюсь всегда плохой потом. И вот не знаю даже, как относиться к людям, что делать. но я все равно буду продолжать делать людям хорошее, отвечать по-хорошему на комментарии вам, негативщиков. Потому что я такой человек. То, что я неграмотная, вы пишете, русский мой очень плохо. я ни с кем не собираюсь спорить. То, что я в Грузии жила, что там можно было, что нельзя. Я говорю, так все по существу, так как я была и как есть. Когда я приехала в Турцию, я вообще все языки перепутались и разговаривать не могла. Когда я говорю, что я использую слова паразиты, некоторые из вас, многие из вас говорят, Светлана говорит так, как ты, какая ты есть, такой будь. Ну, а кому не нравится, прошу, пожалуйста, уходите с моего канала. Я вас очень прошу, я вас не заставляю и не надо меня унижать моей неграмотности. Я не на телевидении работаю, я на своем канале работаю. Вот вы откройте канал, добейтесь всего того, что я добилась и потом только делайте мне замечания. Ну, все, мои хорошие. Что-то хотелось с вами так поговорить по душам, может, это какой-то непонятная тема, непонятный разговор, потому что у меня сейчас в голове что-то непонятное. Ну, буду надеяться, что я приду всегда скоро. Что буду делать? Хотелось нового попугайчика, но пока-пока не буду ничего. Хочу купить маленького и научить его говорить или большого ора попугай. Такой большой попугай же есть и может быть говорящий, чтобы тут отвечал некоторым за меня. все. Пошла я кофе пить, немножко глаза надо открыть, сейчас съем шоколад и все, перекрашу свой маникюр и буду дальше продолжать радоваться жизни вместе с моим мужем, с моими детьми, с моей семьей, вместе с моими любимыми подписчиками добрыми. Все, пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.